Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працую Алена Троценко. Глядите у гэтым выпуску. Экономичное сябровство. Станка Гомель и Тула Машзавод проступили до реализации суместного проекта у станка Будаванни. И дом, и сад. Худка у Гомеле з'явится перший ургионе дитячий садок, размещанный на першем поверх сяжелого дома. Разом за безпеку у Гомельском районе проходить 15-й международный взлет юных вертовальников пожарных. И снова триумф. Артысты Центра церкового мастатства «Арена» отрымали гран-при престижного международного фестивалю. Ну а зараза б гэтым и іншым больш падрабязна. Предприемства «Станка Гомель» и российский Тула Машзавод приступили до реализации суместного проекта у станка Будаванни. Выникам гэтой працы станет стварение двух фрезерных опрацовчих центров вертыкального и горизонтального. Вопытные узоры продукции плануется выпустить уже до конца бягучого года, а серийную вытворчасть наладять у 2019 годе. По аценце гендиректора тульского предприемства Ялгена Дронова, объем плануемых продажа увеличается некалькими сотнями миллионов российских рублев. А кроме того, гэта на 100% импортозамяжчение, отзначил Ялген Дронов. Нагадаем, на гэтым тыдне у Туле отбылся пресс-тур для белорусских и российских журналистов. И он организованный постоянным комитетом Союзной Державы и Международным информацийным агентством «Россия сёння». У делу им принял и наш коллега, специальный корреспондент Олег Сентюров. У Гумильском районе прайшел семинар-тренинг «Школа выживания у инвалидной колясцы». Его удельниками стали молодые инвалиды-колясочники. Мэты семинара – подрыхтовать их до працы у медицинских установах. И они смогут оказывать поддержку людям с аналогичными травмами. Дмитрий Котал с подрабязностями. Мэты семинара – повышение компетенции удельников и применение отриманных ведов у практичной работы с людьми, які отримали травмы позвоночника и их родными. Плануется, что у будущей немолодые инвалиды смогут працовать у отделениях больниц, где знаходятся пацыенты-спинальники. Необходные навыки удельники отримливают подчас проведения тренинга. Организаторы упевнены, что самый эффективный способ передачи ведов – ровный, на лучшая ровного. Вот этот семинар, он даст возможность и толчок, наверное, к этому этапу нашей работы. И эти люди в колясках, они в будущем будут работать как в областной больнице, клинической больнице, в отделениях нейрохирургии с такими людьми после операционного периода, в госпитале инвалидов отечественной войны, ну и в домашних условиях, где проживают такие люди. Гэтау першу чергу тыжится психологичной подтримки. Вельменьшаста люди после травмы застаются сам насом со своей проблемой. До помахши переодолись психологичной барьеры, никто не сможет лепш, чем ты, кто с этой проблемой сутыкнулся раней. Тяжкое захворывание не перешкоджая многим инвалидам-спинальникам быть полновартосными членами громадства. И своим прикладом у дельники семинара повинны и остальных закликать до активного ладу життя. Что происходит после травмы? Человек попадает в новую жизненную ситуацию. Он не знает, как жить, он не знает, как одеться, он не знает, что ему положено. Когда приезжает человек с опытом, который передвигается в коляске, который живет в этой коляске уже давно, ведет социально активный образ жизни и рассказывает ему о том, какие проблемы есть и как этого избежать, это очень полезная информация, и человек ему верит. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». И дом, и сад. Худка у «Гомеля» изъявится первый ургионе детячий садок, размещанный на первом поверхе жилого дома. Уже в наступном годе он примет своих выхоланцев – 60 хлопчиков и девочинок. Побач с этим домом в 19-м микрорайоне растут еще два. И они складают одну группу загульной инфраструктурой. Их сдадут у вересни. А до Нового года, худше за все, шмат поверховки уже будут целиком заселенные. Бо попыт на квартиры у гэтым и суседних микрорайонах стабильно высокий. До того ж, по задумке архитекторов, вокруг домов будут не только пешеходные дорожки. Тут явится великая спортивная гульнявая зона. Отпочить с корыстью смогут не только дети, а и дорослые. Эта территория будет благоустроена по мировым стандартам, где потоки машин будут полностью отделены от детской зоны, игровой зоны. Также благоустройство предусматривает собой тренажерную площадку, спортивную площадку, велодорожки, велопарковки около подъездов. То есть это группа жилых домов со средой обитания. Плануется, что у худким будущим на Влатове и у инших районах Гомеля з'явятся такие группы домов с зубудованными детячими садами. У Гомельском районе проходит 15-й международный взлет юных воротовальников пожарных. Его ручистое открытие проходило на базе специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Республики Беларусь. На юбилейный международный взлет приехали команды из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии и инших краин. Тут собралися самые активные хлопчики и девчинки, лидеры руху юных воротовальников. Яны обменяются в опытом, сустренутся со своими старыми сябрами и познайомятся с новыми. Программа продугледживает разные мероприемства по основам безопасности житедейности. На протягу ты дня команды у дельниц взлетов чекают такие выпробования, как проходжение туристической полосы, пожарная эстафета, оказание первой медицинской допомоги и иншая. Так само для их подрихтованы познавальные экскурсии, вечеры национальной кухни, циковые конкурсы и концертные выступления. Основные меты международного взлету – навучание молодей навыкам выратования и самовыратования у разных надзвычайных ситуациях, формирование культуры безпеки у громадства. Ребята с большим интересом там приезжают и пополняются представители новых стран, знакомятся, радуются, отдыхают. Их настраиваем, что не главное победить, а именно поучаться, пообщаться, хорошо отдохнуть, набраться сил. И в любом случае они готовятся, получают достаточно хороший уровень знаний для того, чтобы прежде всего не попасть в сложную ситуацию. Но если так случилось, они умеют достойно выйти из ситуации, помочь себе и помочь другим. У Гомеля протягивается девятый международный фестиваль сатиры и гумору «Белая ворона». У дельники мероприемства – люди с порушением слыху. Шесть команд – с Беларуси и России. Палаточный лагерь наведали наши корреспонденты. Все это фестиваль исполнилось 20 годов. Юбилею «Белой вороны» были рады как организаторы, так и у дельники, потому что после 5 годов за финансовых проблем не проводился. Алисара с Центра инклюзивной культуры снова запросил до себя себя бро у людей с порушением слыху. Кабьяны продемонстрировали свой творчий потенциал. Среди дельников фестиваля есть и те, кто приезжал на его каждый раз на протягу 20 годов. Коллектив менялся, участники меняются, но я, Белая ворона, самая старая города Бобруйска в нашей стае, каждый год участвую в этом мероприятии. Сегодня у нас присутствует и молодежь, и более пожилой возраст. Есть проблемы, но мы живем этим фестивалем. И на будущее хочу сказать, этому фестивалю жить и процветать в дальнейшем. Среди первых конкурсных выпробований у вернисаж гумористичных газет, после которого вызначатся лепшие мостаки-карикатурысты. А так само конкурс театрализованных программ у номинации артисты-гуморысты. Свои таленты все это демонструют с коля 150 человек. Команды с Гомеля, Бобруйска, Борисова, Могилёва и Упершинюска, Ленинграда. Мы ходим на репетиции, танцуем. Ансамбль называется «Наш, поющие руки». В школе, говорит, начала в 14 лет заниматься, потом в 16 лет в школе и в кружке. Закончила школу и продолжаю до сих пор заниматься в ансамбле. Для нас это первый фестиваль. Мы здесь первый раз. Юмор и сатира – это у нас впервые. В этом жанре будем пробовать себя. У наступный фестивальный день конкурсанты помируются силами у спортивно-культурных споборництвах. Кида не я, я к астафете, волейболе и дартсе. Так само отримают свой титул мисс Белая Ворона и мистер Белый Крумкаш. Завершится фестиваль великим галоконцертом с узорья Белой Вороны и церемонии у знагороджения переможцов. Ганна Коральчук, Максим Савин, Валерий Капанько. Телерадио. Компания Гомель. Коннотоходцы центра циркового мастатства «Арена» протягивают примать веншаванье с гучной перемогой. Артысты отримали гран-при престижного международного фестивалю циркового мастатства. Ураженными от поездки на Кубу «Арена» поделилась с мазырскими корреспондентами. Об триумфальном выступлении мазырских артыстов на кубинском фестивале сегодня окажет не только у вся Беларусь, а и сусветная цирковая супольность. В журе фестивалю коннотоходцы «Арены» покорили невырогодно складанным номером и завоевали гран-при. Проехать по канате на моноцикле и пройстись на ходулях и прыгать им пронести на плечах одразу двух артысток. За 15 хвилин дыхание у Глядашо перехопляло десятки разов. Он очень сложный, потому что это только делается все в цирках больших, в стационарах, среди профессионалов. Никогда не думали, что мы в нашем центре создадим такой номер. Но канат – это дело очень серьезное, как в фильме это тонкое дело. Баланс связан с балансом, что касается. Дело серьезное. А еще на нем нужно было придумать трюки. Во время этого номера исполняются очень сложные и никем не повторимые трюки. Мы раньше это задумали и это сделали. Вот, например, на ходулях. На ходулях все ходят. Все акробаты, они ходят, даже прыгают на подкидных досках. А вот, чтобы пройти по канату, на такой тоненькой, как палец, канат, представьте, это уже уникальный трюк. Труки, которые по силах не каждому дорослому артисту у арены не выполняют дети. Молодшим удельникам группы под 14 годов. Сам номер канатаходца и сное уже несколько годов. Его постоянно ускладняют, додают новые элементы. Уникальную цирковую композицию бачили глядаши юнацкого фестиваля у Монте-Карла. Бездакорный номер и оригинальный стиль Мазаран не покинули обыяковыми и кубинцев. Я, конечно же, боялась за свои трюки и за трюки остальных, чтобы было все хорошо и чтобы мы выполнили, так как все это надо было. На фестиваль, который проходил на Кубе уже в 16 раз, приехали артисты из 15 краин. Сирот их – Аргентина, США, Вьеттан, Франция, Великобритания. У журы – 12 профессионалов из разных краин. Оценивалась как техничная складанность, так и уровень артистичного мастерства. Когда ты сталкиваешься с конкретным этим событием, ты никогда не знаешь, что тебя там ждет на самом деле. И действительно, когда по прилету туда, то первое, что ты чувствуешь, это то, какие совершенно другие условия, непривычные для тебя. То есть ты выпадаешь из зоны комфорта. Для себя я могу вынести то, что действительно поездка в такую страну оказалась очень тяжелой и одновременно очень запоминающейся в том плане, что ты сопоставляешь свою работу, свой труд с тем, насколько ты готов это все применить, когда дело коснется чего-то тяжелого. Гран-при – не один из одного рода, якой удостоились на Кубе юные канатоходцы. И они отримали так само премию для датских симпатий и два специальные призы – от Кубинской национальной школы цирка и от Союза журналистов Кубы. У ближайших планах заслужен отпоршинок, а затем покорение новых вершин. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании «Гомель». Рекорды худкости и межотрывалости. На былым аэродроме у Зябровцы Гомельского района знову раули моторы. С поборницей по драг рейсингу и кольцевых гонках. Аутобои на вживанне. Дзевятый международный аутомотофестиваль «Моторфест» сдзевил наведовальников. Сярод их был и наш корреспондент. Это было соправдное свято худкости. Масштабная видовища стартовала руна А-Поудни и собрала некольки тысяч галидат-шоу и коля сотни удельников, які проехали у тымлику замяжи. Гомельский «Моторфест» проходил уже в девятый раз. Гостей чакала насыченная шоу-программа и, несумненно, велизарная колькасть самых незвычайных представников автопрома. От ретро до машин, укомплектованных по опошням подыху моды. Сегодня здесь на мероприятии целых четыре площадки. Такого в Гомеле еще никогда не было. Первое, конечно же, самое главное – это площадка дрэг-рейсинга, на которую мы смогли принять более 50 пилотов. При том, что заявлено было 65 участников, но не все смогли доехать. Кто-то поломался в последнюю минуту. Но, тем не менее, для Гомеля это очень большое количество. Аутобаи, дрэг-рейсинг, батлы аутоклуба, гонки на худкость и забавы для маленьких глядачов – вось не полный спис заявленных мероприемств. Для комфорта гостей працавали кропки громадского харчаванья, фотозоны и многое иншее. Занятие автомобилями занимает львиную долю, так скажем, жизни, потому что это не только хобби, это и работа у некоторых связана с автомобилями. Это все приходит, я думаю, вообще, наверное, с детства. Все же видели фантики «Турбо» и гонки по телевизору, как все это захватывает. С самых пеленок, так можно сказать. Атмосферу мероприемства створали рок-групы, які выступали на двух сценах. За споборництвами можно было сочить на великим светодиодном экране, на яким транслявалися самые важные моманты з усіх пляцовок. Михаил Садовский, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Алена Траценко. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова